Сегодня у нас такая задача, нужно сделать игру PowerPoint, выбирать тех насекомых, которые летают, и чтобы они попадали в банку. Проблема в чем? Что у нас файл, вот здесь белый фон и все насекомые на одной страничке. Вот как сделать, как разрезать, отделить каждое насекомое одно от другого и удалить белый фон. Я предлагаю познакомиться и использовать вот этот сервис онлайн, Image Online называется. Здесь вот можно посмотреть, что он умеет. Нам сейчас нужно сделать замену белого фона на однотонный. Для этого выберем наш файл. Насекомые. И теперь вот тут нужно выбрать прозрачный фон и формат на выходе PNG24 будет у нас. Окей. И сайт предлагает его скачать. Следующий пункт нам нужно разрезать фото. Выбираем файл, вот тот, который мы без белого фона уже сделали. Теперь нам нужно сколько у нас частей по ширине, сколько по высоте сделать. По ширине 3, по высоте 6 получается. Дальше вот так устанавливаем, чтобы у нас был PNG, прозрачный фон, потому что нам нужен. И нажимаем на ОК. А вот у нас предлагается посмотреть. Ну вот это ничего. Ну тоже ничего. Скачаем zip-архив. Теперь нам этот архив нужно распаковать. Правой кнопкой щелкаем и извлечь в такую же папку с таким же названием. Ну вот они все у нас тут есть, нужно посмотреть. И теперь нам их нужно добавить в PowerPoint. Ну вот теперь разложим их красиво. Значит, не все как следует, конечно, обрезается. Потому что тут, вот например, как здесь делать? Здесь есть работа с рисунками и обрезать. И мы вот эту двигаем часть и удаляем. Хочет, чтобы я эту же кнопку нажимала. Ну вот таким образом смотрим, где-то подправляем. Ну вот. Теперь нам нужно доделать игру. То есть когда мы щелкаем по комару, он должен лететь в банку. Для этого откроем анимацию, область анимации, возьмем комара и добавить анимацию пути перемещения, пользовательский путь. Нарисуем, чтобы было как-то интересно. В конце два раза. Вот он у нас так полетит в банку. Но нужно, чтобы он летел именно когда щелкают по нему самому. Поэтому нам нужен триггер по щелчку на рисунок 49. Проверим. Так. Ну вот еще одного для контроля сделаем. Вот у нас пчелка. Добавить анимацию. Пользовательский путь. Двойной щелчок в конце. Так. И теперь добавим триггер. Триггер по щелчку на рисунок 44. Так. Проверяем в правильном порядке или нет. То есть щелкаем, он полетел. Комарик щелкаем, полетел. Ну и можно для разнообразия сделать, если мы неправильный выбор делаем. То есть возьмем кузнечика, допустим, мы его выбрали, а он неправильный ответ. То есть добавляем анимацию. Тут можно сделать, например, что он крутится вращением. Ну, что угодно, конечно. По щелчку на рисунок 40. Так, смотрим, что получилось. То есть щелкаем кузнечика. Неправильный ответ. Он в банку не летит. Теперь этого щелкаем, он у нас летит в банку. Так, комарик тоже полетел. Ну, вот таким способом можно сделать вот такую веселую, внимательную игру. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо. Стоп.